Приветствую зрителей своего канала. У нас в Латвии настоящая зима и мы по-прежнему делаем самый лучший деревянный каркасный дом. Усаживайтесь поудобнее, наливайте чаек или кофеек и сейчас будет анонс нашего проекта. Сейчас зимнее время и самое время уехать в командировку куда-нибудь в теплые страны, например, Коста-Бланка, Лазурный берег, Португалия, все что угодно. Но мы просто не могли не закончить этот идеальный, как я считаю, проект. Это самый правильный каркасник, который строится на территории Латвии и здесь, здесь просто собран, как я считаю, весь опыт на сегодняшний день всех современных технологий каркасного домостроения. И то, что сделано здесь, а, во-первых, это экономически обоснованно, учитывая сегодняшнее реалие, б, это мега энергоэффективный проект. Да, это далеко от пассивного домостроения, но, я еще раз говорю, мы собираем золотую серединочку. То есть, по моему мнению, вот этот дом, это как раз золотая серединка по соотношению цена-качество. И, разумеется, здесь педантично подошли абсолютно к любому узлу и продумали абсолютно любое действие. В одном ролике обо всем, конечно же, не расскажешь, понимаете, но это начало нашему проекту «Правильный каркасник». Во всех последующих роликах обещаю вам рассказать о каждом узле максимально подробно, включая все детали, мелочи, нюансы. И, если вы находитесь в Латвии, я понимаю, что на рынке действительно много предложений разной ценовой категории. Все обещают, конечно же, самый лучший дом. И в том поселке, где мы делаем, сразу строится несколько крупных каркасников, крупных производителей брендов. И хаять никого не будем, просто покажем минусы и плюсы каждого каркасника, а вы уж сравните. Идея у меня следующая. Я просто возьму проект, возьмем узел, который разработан технологами. Ну и сами понимаете, зная меня, я уж точно внесу свои коррективы с учетом своего опыта. А опыт у меня, сами понимаете, не одно десятилетие. Наверняка слышите по голосу, что немножко приболел, но нет худа без добра. Как раз будет неделька для того, чтобы сделать полноценное видео о правильном каркаснике. Итак, наш каркасник, он типовой, то есть это фирма-производитель, без рекламы, которая сразу поставляет каркасы. Что интересно, у нас немножко необычный каркасник, потому что если мы посмотрим, то он такой, как в форме прямоугольника длинный, но с гигантским вторым светом. И он разработан, ну, мега идеально. То есть, когда вы смотрите со стороны, такой милый, скромный сарайчик. Ну, когда вы заходите внутрь, у вас ощущение крупного, сочного, полноценного особняка. И дизайн здесь не будет всякие багеты, выпидрежки и прочие-прочие вещи. Он максимально минималистический, но у него гигантские большие панорамные окна. И каркасник, он как бы интегрирован в окружающее пространство. Это будет единое целое окружающее пространство и каркасник. Разумеется, мы подошли педантично к пароизоляции, к теплоизоляции. И включая шурупчики, гвоздики, пленочки, скотчики, все было топовых производителей. Вот там, где нужно, мы не экономили ни цента. Но были наши фишечки, где мы, конечно, отступили от проекта и внесли свои коррективы, чтобы во что-то вложиться, на чем-то немножечко все-таки поудержаться. Но наша цель, это чтобы семья жила комфортно, безопасно. И учитывая ситуацию на рынке, мы немножечко сломаем устои, так скажем. Родовое гнездо в Латвии. Ну, так уж сложилось, что не принято, что это каркасный дом. А каркасный дом – это дом как бы одной семьи. То есть семья доживает и не передает его следующему поколению. В стандартной практике. Мы же думаем, что вот этот каркасник, он переживет своих владельцев. И этот каркасник – это правильная инвестиция. То есть вложив в него, вы и такого рода дом-проект легко сможете продать и передать его также своим детям. Уж за внуков не ручаюсь. Но об этом поподробнее и в деталях смачно и сочно уже в следующих роликах. Надеюсь, это анонсик вам зашел. Подписываемся на этот плейлистик. Ставим лайки, комментарии. И если есть какие-то мнения, с удовольствием их выслушаю. Субтитры сделал DimaTorzok